Когда родилась Афродита? Я, естественно, хочу начать с вопроса о том, есть ли у вас какие-нибудь вопросы. Хорошо. Всегда же начну я с этого, вы уже давно были привыкли. Хорошо, что ж, мы переходим к ещё одному мифу. На этот раз это миф от Диатимы. Миф о том, откуда есть пошёл Эрос. При этом, этот миф, как вы понимаете, незваный. Потому что, по идее, она не должна была этого рассказывать. Она вынуждена это рассказать, потому что Сократ задал ей серьёзный вопрос. Эрос не смертный и не бог. Его родители не могут быть смертными, и они не могут быть богами. Откуда же он взялся? Когда родилась Афродита, боги сверлись на пир. Эрос и Афродита, как вы видите, связаны. Один Эрос, одна Афродита. Сократ нападает на Повсания и Алексимаха. И в числе их был Порос, Самметиды. Только они отобедали, а еды у них было вдоволь, как пришла просить подаяние Пения. Пения – это бедность. И стала у Герей. И вот Порос, охмелев от Нитара, вина тогда ещё не была. Боги пируют без вина, потому что искусство ещё не предоставило ему. Эрос не самый старый бог, но и не самый молодой. Вышел с Адзесы и, отяжелевший, уснул. Вот это тоже замечательно. Он не вышел к самому Зевсу, он вышел в сад Зевса. Зачем на Олимпе сад, называемый в честь Зевса? В любом случае, именно в саду Зевса случится зачатие Эроса. Каким-то образом Зевс и Эрос должны быть связаны. Пения, задумав своей бедности родить ребёнка от Пороса, прилегла к нему и зачала Эроса. Порос – это средство. Причём это не обязательно денежное средство. Это может быть метод, способ, путь, то есть средство достижения чего-то. Но может быть и денежное средство. У Ксенофонта даже есть книжка, которая так и называется. Порой – средство. Посвящённая тому, как Офим выйти из экономического кризиса после войны. Пение – это бедность. Мы думаем, хорошо, бедность и средство. Плохо звучит, ведь по идее должно быть бедность и богатство. Богатство – это Плутос. У Аристофана есть комедия, которая называется Плутос. И там изображена бедность. Но бедность там, и это решающий момент для бедности этой, это не нищета, это самодостаточность в минимуме. Аль – бедность Сократа. Поэтому, собственно, не Плутос, не с Плутосом она сочетается, а с Форосом. Следующий момент. Нам сказано, кто мать Пороса, Митида. Но нам не сказано, кто родители бедности. Порос – это бог или демон? Пение – это бог или демон? Если они оба боги, то как от их сойти, я могу получиться демон? Если они оба демоны, то как так получилось, что, по крайней мере, у Пороса мать богиня? Странно всё это. Вот почему Эрос – спутник и слуга Афродиты. Ведь он был зачат на празднике рождения этой богини. Кроме того, он по самой своей природе любит красивое. Итак, тот факт, что Эрос – слуга Афродиты, случайно. Между ними нет прямой связи. Между демоном желания и богиней любви нет прямой связи. Она случайная. Мы не всегда хотим именно любви. В смысле, мы не всегда хотим именно любимого. Чаще всего мы хотим всякие другие штуки. Я правильно понимаю, что Порос – это слуга Афродиты? Нет, Эрос – это слуга Афродиты. Хорошо, а Порос? А Порос – это просто прибывший на Перу в честь ее рождения сын Метиты. Да, то есть Эрос становится слугой Афродиты, потому что он зачат тогда, когда праздновали ее день рождения. Хорошо. Поскольку же он сын Пороса и Пенни, и делай с Матери... Не-не-не, он сам по своей природе любит красивое. Не торопитесь, тут много чего открывать. Он любит красивое не из-за отца и не из-за матери. Это не наследственная черта. Он по своей природе любит красивое. Смотрите, он служит Афродите, потому что она красавица. Он служит Афродите, потому что это произошло случайно. Он любит Афродиту, потому что она красавица, или потому что так совпало? Так совпало, очевидно. Он же родился у нее на... Мы любим свою вторую половину, потому что это лучшая половина, или потому что это случайность? Потому что так совпало. Какой-то, конечно, вопрос. Хорошо, давайте по-другому. Вы любите своих родителей, потому что это лучшие родители на сфере, или потому что они ваши родители? В смысле, так совпало? Так совпало. Хорошо, хорошо, хорошо. С друзьями, потому что они лучшие друзья, или так совпало? Ну и вот с любовью как-то получается примерно точно так же. Хорошо. Поскольку же... Сын Пороса и Пени, дело с ним обстоит так. А вот теперь свойства, отданные ему от родителей. И тут у нас идут большие, начинаются прям гигантские проблемы. Прежде всего, он всегда беден и, вопреки распространенному мнению, совсем некрасив и не нежен. Кто говорил, что он красив и нежен? Агафон. Агафон не созидатель. Он просто пересказчик общепринятых сказочек. Агафон ничего не создал. В своей похвальной речи Эросу он просто сказал то, что уже все говорят. Поэты не созидатели. Они третрансляторы народных предрассудков. А у меня вопрос. Да. Значит, поэты не создатели. И это возвращает нас к вопросу, что вы говорили, поэты создают мир. Да. Поэты создают мир. Агафон говорит, смотри, Федор, ради тебя я только что возьму и создам эрота, как ты и хотел. Опишу его. Сократ говорит, ты ничего не описал. Ты просто делал то, что болтает на улице. Твоя деятельность – это не вдохновенная, боговдохновенная, и не рациональная деятельность. Ты просто ретранслируешь бабкины сказки. А чем это поэты занимаются? Ретранслируют бабкины сказки. Совсем некрасив они нет, а груб, неопрятен, не обут и бездомен. Он валяется на голой земле, под открытым небом у дверей, на улицах, и, как истинный сын и матери, из нужды не выходит. Да. Эти свойства Эроса, которые она только перечислила, это свойства от матери. И мы такие, погоди, погоди, погоди. Ровно страницу назад она говорила, что Эрос не может быть некрасив. Эрос не может быть груб, Эрос не может быть уродлив, потому что он середина между этими двумя вещами. А теперь говорит именно это. Эрос не может быть уродливым и не может быть красивым. Он посередине. Это было сказано ранее. Значит, Эрос не может быть нежным и Эрос не может быть грубым. Он посередине. Это мы понимаем очевидно. А теперь она говорит, что все не так. Мы снова вернулись в диалектику? Зачем нужно было это деление на три вместо классической диалектики? Оно нужно было, чтобы Сократ не был богохульником. Эрос – демон. Эрос – не бог. Диалектика говорила нам, если Эрос не бог, значит Эрос смертный. Нечего ему поклоняться. Диалектика говорит, что нет, 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 нет. Есть третье. Эрос не бог и не смертный. Значит, ему все еще нужно поклоняться. Теперь, когда мы установили, что Эрос – это демон, нужда в диалектике отпала, и снова возвращается диалектика. Эрос – уродлив, неопрятен, грубо бездомен. Но при этом тянется к прекрасному. Ну, именно поэтому он и тянется к прекрасному, что он уродлив, неопрятен, грубо бездомен. Да, то есть тут она все еще работает. Смотрите, а есть еще те, которые уродливы, бездомные, не тянутся к прекрасному? Таких нет. Потому что всякий человек хочет для себя блага. Эгоизм. А если он не хочет для себя блага, ну, наверное, мы до этого дойдем. Я не хочу вам спойлерить. Ну, раз вы говорите об этом. Первое благо, номер один – это жизнь. И всякий, кто не хочет для себя блага, тот должен покинуть эту жизнь. Но с другой стороны, он по-отцовски тянется к прекрасному и совершенному. Итак, а вот теперь… Вот этот вопрос. Он по-отцовски тянется к прекрасному, но его отец не тянется к прекрасному, его мать не прекрасная. Ну, именно поэтому, естественно, именно поэтому она прилегла к нему, а не он к ней. А он просто пьяный снук. Да, а он пишет, он по-отцовски тянется к прекрасному. Нет, по-раз. Всегда тянется к прекрасному. Поэтому он, естественно, не хотел спать ни с какой пеней. Поэтому он просто выпил, допился и уснул. И она воспользовалась его невинным телом. Но дело не в этом. Когда он говорит, что отцовский тянется к прекрасному, Платон употребляет глагол «эпибулево» – «составлять заговор», «манихировать», «манипулировать» – это ровно то же слово, которое он употребляет, когда говорит о том, что пение задумало в своей бедности родить ребенка. Иными словами, он говорит, что это свойство отца. Но это свойство матери. Порос – это средство достижения нашей цели. У пени была цель, и у пени был, следовательно, порос, раз она добилась своей цели. Иными словами, порос – это не сущность. Порос – это практически идея. Именно поэтому эрос, порожденный от пени и пороса, это не бог и не потомок бога. По-отцовски тянется к прекрасному. И совершенно. Прекрасное и совершенное – Калос Кай Агафос. Он храбр, смелый, силен. Он искусный ловец, непрестанно строящий козни. Он жаждет разумности и достигает ее. Разумность – френесис в данном случае. Он всю жизнь занят философией. Он искусный чародей, колдун и софис. Оставитесь. А теперь давайте вместе будем перечислять. Значит, кажется, все это свойство от отца. Он жаждет разумности, он искусный ловец и так далее. И так далее, и так далее. Но если мы посмотрим на эти его свойства, а потом посмотрим на говорящих, у нас получится следующее. Федор – храбр, смелый, силен. Павсаний – искусный ловец, строящий козни. Эрик Симах – жаждет разумности. Кто всю жизнь занят философией-то? Кто следующее после Эрик Симаха? Аристадем. 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 Всю жизнь занят философией. Аристадем – чародей и колдун. Агфон – софист. Диатима описывает Эроса как всех их, и в этом смысле каждый из них является частью Эроса. Сократ не различен. Он хочет выключить себя из этого списка. Или, вернее, некоторые авторы очень прозорливо указывают на то, что Сократ попадает в первую категорию, в смысле в то, что Эрос получает от матери. Он груб, неопрятен и бездомен. Он совсем некрасив и не нежен. Сократ некрасив, не нежен, неопрятен. И он все время шляется по чужим домам. Он практически не бывает у себя дома. Он валяется на голой земле под открытым небом, у дверей на улицах, как истинный сын своей матери из нужды не выходит. В смысле, его дом – это не место, где он живет. Его дом – это все. И мать же у него тоже повитуха, да? То есть тоже из следности… Нет, не получится. У Сократа, конечно, мать повитуха, и это будет в Таитете его объяснение побивального искусства. Но мы, например, вообще не побивальное искусство, а это искусство изнасилования. Хорошо. В природе своей он не бессмертен, не смертен. В один и тот же день он то живет и расцветает, если дело его хорошо, то умирает, но он, наследовав природу Отца, оживает опять. Итак, так он смертен или не смертен? Если он сегодня умирает? Кажется, что он смертен, потом оживает опять и снова умирает. Но Деатима, кажется, думает, что… или пытается нам показать, что вот это вот и есть как бы расположение между смертностью и бессмертием. То есть смерть, новая жизнь, снова смерть, новая жизнь, снова смерть, новая жизнь. К чему она будет клонить? Потом дальше она будет говорить, что все люди жаждут бессмертия. Мы, естественно, сделаем вывод, что люди не боги и никакого бессмертия они достигнуть не могут. И тогда вместо бессмертия она начнет описывать семьи бессмертия. Умирает, снова рождается, умирает, снова рождается. Это вы и ваши потомки. Вы родили себе потомка, вы умерли, потом окродил себе потомка, он умер, потом окродил себе потомка и так далее, и так далее, и так далее. И вы в этой цикле рождений и смертей все еще остаетесь потомки ваших потомков. Все, что он не приобретает, идет прахом, от чего Эрос никогда не бывает ни богат, ни беден. Если все, что он приобретает, идет прахом, как он может быть небеден? Нет, проблема в том, что, да, он действительно небеден, а несколькими строчками ранее, что он не вылазит из нажды. Да! Да! Это абсолютно верно! Как сын своей мать, он из нажды не выходит. Абсолютно правильно! Отчего Эрос никогда не бывает ни богат. Беден, он все время беден. Что она имеет в виду на поверхностном уровне? Он не вылазит точно так же, как с его семьей бессмертием. Его семьей богатства заключается в том, что он загребает, и оно тут же исчезает. Он снова загребает, и оно тут же исчезает. То есть в один момент он богат, а в следующий момент он снова беден. Поэтому он как бы никогда перманентно небогат и перманентно небеден. Что написывает этот процесс, который связывает его в первую очередь с матерью, а не с отцом, как вы справедливо заметили? Тот факт, что он все время беден. Это нам напоминает философские исследования. Мы все время ищем истину. Вот она уже близко, и вот ее снова нет. И мы снова загребаем, и пытаемся ее найти, обнаружить, и снова не обнаруживаем. И мы снова загребаем, и так далее, и так далее, и так далее. Это тот процесс, в этом смысле, Эрос это философ, не только садист, как она говорит здесь в конце, а все-таки дальше скажет, что это философ. И это как бы описывает нам Сократа. То есть материнская часть Элоса, подлинная часть Элоса, включает в себя уродство, бедность, бездомность, семибогатство и махинации, махинаторство. Да, как это? Великий махинатор. Которое, естественно, Сократ Элоса следует от своей матери. Проблема в том, что Сократ сказал, что он будет покорить, по-моему, это приглядная сторона Элоса. Отлично! А теперь поймите, что все это только приглядная сторона. Вопрос, что она не приглядная сторона. Что? В любом платоновском диалоге всегда гораздо более серьезный и подлинный вопрос заключается не в том, что мы можем увидеть, а в том, что скрыто. И, к сожалению, мне кажется, что я испортил вас, забегая постоянно вперед и постоянно говоря о главном. В результате чего вам кажется, что то, что скрыто, на самом деле не скрыто? Я же все время об этом говорю. То, что скрыто за то, что Сократ будет скрывать, то, на что Диатима не сможет ответить, это любовь к себе. Это то, о чем открыто говорит Аристафан. То, что все скрывают, в том числе и Аристафан как бы скрывает мифом, что диалог скрывает за мифом. Подлинная любовь – это любовь к себе. И эта любовь невоплотима, из нее выходит величайшая трагедия человеческой жизни. Он находится также посредине между мудростью и невежеством. И вот почему. Из богов никто и занимается философией. Да, помните, да? Боги не философствуют. И не желают стать мудрым, поскольку боги и так уже мудры. Да и вообще тот, кто мудр, к мудрости не стремится. И мы такие… Это что такое? 200 CD. Сократ же говорит. Тот, кто богат и здоров, тот хочет продолжить быть богатым и здоровым в будущем. Боги что? Не хотят продолжить быть мудрыми в будущем? Диатима считает, что Сократ абсолютно неправ. Ну, так как боги бессмертные… Ну, они все время должны быть… Они все время должны продолжать хотеть быть в будущем мудрыми. Да, но если мы возьмем так, что… Ну, у них нет будущей, это такой стазис. Почему? У них все время будет завтра, наступает. Бессмертие подразумевает, что время над нами невластно. Но это не подразумевает, что время остановилось. Время-то идет. Время продолжает идти. Бога… Смотрите, давайте по-другому. Происходят ли с богами какие бы то ни было истории? В смысле, меняются ли события в божественной истории? Если они меняются, значит, есть становление, а значит, есть время. Время, потому что иначе они будут… Если они будут желать себе нового будущего, значит, они будут позревать, что они будут решить это в будущем. Если Агафон реально прошел инициацию, он здесь, как и мы, должен споткнуться. В смысле, если мы с вами реально прошли инициацию, мы здесь спотыкаемся и говорим, подожди, подожди, это как так возможно? Если у нас есть только настоящее, в смысле, если мы боги, если мы достигли счастья, если мы снова целостны, Мы не можем желать в будущем чего бы то ни было. Но по логике Сократа, если мы не можем желать в будущем чего бы то ни было, у нас ничего нет. В смысле, боги ничего не желают, потому что у них ничего нет. Всякий, кто что-либо желает, желает то, чего у него нет. Так как желание всегда направлено в будущее, мы всегда желаем всего. У нас никогда нет ничего, чтобы мы считали действительно хорошим. Поэтому мы уродливы, слабы, нищи и так далее, и так далее, и так далее. Если бы мы были совершенными, но время продолжало бы идти, то есть у нас было бы завтра, мы не могли бы быть совершенными по той причине, что мы хотели бы продолжать быть совершенными. Если ты сильный сегодня, но хочешь продолжать быть сильным завтра, значит ты завтра не сильный. Такова логика Сократа. Как вы помните, софистическая логика. Если же время остановилось и мы не можем ничего желать в следующий день, то у нас ничего нет. Именно потому, что мы ничего не можем получить. Ситуация бытия невозможна. Я говорил вам, Сократ ставит себя на место Эроса и отправляется, вместо того, чтобы Эрос отправился к богам, Сократ отправляется в бытие в мир идей и оттуда приносит людям всю правду, истинные мнения. Но этого бытия нет. Сократ Созидатель. Если бы бытие было возможно, оно бы было невозможно. Вот такая моя логика. Удалось мне вас обмануть и запутать? Завтра. Хорошо. Ну, сегодня уже удалось. Но не занимаются философией, не желают стать мудрыми, опять-таки, и невежды. Ведь тем-то и скверно невежество, что человек им прекрасный и несовершенный и не умный вполне доволен собой. А кто не считает, что в чем-то он нуждается, то не желает того, в чем, по его мнению, не испытывает нужды. Да. И снова вместо диады триада. Есть два типа людей, которые не испытывают нужды. Тот, который в бытие, и тот, который не знает, что он на самом деле в чем-то нуждается. Бытия нет, поэтому существует только мнение и правильное мнение, истинное мнение. Мнение – это довольство собой в грязи, а истинное мнение – это недовольство собой от знания, что нет никакого знания. Все присутствующие полны мнений и больны мнениями, и только Сократ и Агафон знают, что обладают правильным мнением, то есть знают, что ничего не знают. Вернее, знают, что человеческое состояние является неполноценным, дефективным состоянием. Да. Если у нас и неуды вполне довольны с собой, значит, что боги не могут быть. Ну тогда они вообще не боги, тогда уже никаких вариантов нет. То есть, если уж мы откинули идею о том, что если бытие возможно, то оно невозможно, то все другие варианты уже подразумевают, что никаких богов никогда не может быть. Хорошо. У меня вопрос, если истины нет, почему тогда у нас есть истинное мнение? У нас есть истинные мнения, которые основаны на предположении о том, что истина недостижима, что знание недостижимо. То, что оно недостижимо, это же не равняется тому, что его нет. Если оно есть, но недостижимо, это все равно, как если его не было. И в этом случае философ не отличается от духовника. Он отличается, потому что духовник уверен, что есть бытие, и он с ним общается напрямую. Да, а это говорит, что его нет, или я не могу его достичь. Если знание недоступно, его поиск не имеет никакого смысла. Точно так же, как если бы его не существовало. Вот о чем идет речь. В то время, как духовник верит не только в то, что оно существует, но и в то, что оно доступно прямое. Да. Есть разница. Давайте. Если у нас нет истинного знания, значит у нас нет более или менее обреженного к истинному знанию. А если у нас есть истинное знание, значит мы можем строить людей. Отлично. И значит вы должны спросить, чем на самом деле является истинное мнение. А противоположным мнением. Это супер ответ Ликурга у Ксенофонта в лакедемонской политии. Ликург-диалектик. Смотрите, Ксенофон говорит, что Ликург достиг высшей степени мудрости. И объясняет, почему Ксенофон так думает. Это естественно шутка Ксенофонта. Он посмотрел, как сделали все остальные, и сделал ровно наоборот. Да, ну понятное дело, что я тоже никуда не видел. Это хорошая идея, но Ликургу повезло нам с вами нет. В смысле, практически все, что можно было сделать, уже было сделано. Сделано большинством. То есть у нас были и демократии массовые, и диктатуры массовые, и олигархии массовые, и аристократии массовые и так далее. То есть у нас не получится диалектически вывести ответ, потому что противоположность не одна, а их десяток. Хорошо. Я же призываю вас просто подумать. То есть Эрос летает к богам и от богов передает людям некие божественные послания или божественные знания. Боги – это знания. Эрос – это философ. Люди – это незнающие. Философ летает к знанию и передает людям некие истинные мнения. Если знание не существует или оно недоступно, как мы определяем истинность этих мнений? Почему философ одни мнения называет истинными, а другие – неистинными? Каков критерий его суждения об истинности мнений? Ну, вы понимаете, это парадокс. Я знаю, что я ничего не знаю, в смысле, я что-то знаю. Но знаю только то, что ничего не знаю. Мы уже пришли к тому, что логика. Что логика? Что логика определяет истинные мнения от мнений. Для большинства – да, несомненно. Но проблема в том, что Сократ может любого собеседника положить на обе лопатки. И у нас вопрос все еще остается. Каков для философа критерий истинности мнений? Какие мнения он может или должен, или считает истинными? Давайте двигаться дальше. Так кто же, Диатима, спросил я, стремится к мудрости, коль скоро ни мудрецы, ни невежды философией не занимаются? И ответ, естественно, философ. Эрос и будет философ. Ясная ребенка, отвечала она, что занимаются ею те, кто находит посредине между мудрецами и невеждами. А Эрос к ним и принадлежит. Заметьте, как их роли меняются. Сократ стал недавно задающим вопросы, а Диатима отвечающим. Ровно с вопроса, кто его родители. И она говорит, тебе нельзя знать, но сейчас я все расскажу. Ведь мудрость – это одно из самых прекрасных на свете благ, а Эрос – это любовь к прекрасному, поэтому Эрос не может не быть философом. Смотрите, мудрость – это благо. Но так как Эрос – это любовь к прекрасному, а не любовь к благу, она вынуждена сказать, что мудрость – это прекрасная блага. И потому Эрос, как любовь к прекрасному, это в том числе и любовь к мудрости. А философ занимает промежуточное положение между мудрецом и невеждой. У меня вопрос. Мудреца у нас вообще, получается, нет. Ну, знающего, да, это боги. Это боги. Я напомню вам, что мудрец – это софист буквально. И чуть-чуть ниже, когда дядь Морозозлит Сократа, он скажет, ты идеальный софист. Обязан же он этим опять-таки своему происхождению, ведь отец у него мудрый, богат, а мать не обладает ни мудростью, ни богатством. Итак, философия получается истинным мнением. Философия никогда не претендует на знание. Она всегда остается в рамках мнения, которое недоказуемо. Сократ может разрушить любую точку зрения, но он не может доказать никакую точку зрения. Сократ не созидает, он только разрушает. Какова, дорогой Сократ, природа этого демона? Что же касается твоего мнения об Эросе, то в нем нет ничего удивительного. Судя по твоим словам, ты считал, что Эрос есть предмет любви, а не любящий начало. Потому-то, я думаю, Эрос и показал себя таким прекрасным, ведь предмет любви в самом деле и прекрасен, и нежен, и полон совершенства, и достанет зависти. Сейчас, Сократ думал, что Эрос — это любимый, в то время как Эрос — это влюбленный. В диалоге Федора Сократ говорит, что любимые ни в коем случае не должны принимать ухаживание влюбленных. Ни в коем случае не должны поддаваться влюбленным. Они должны поддаваться невлюбленным. А как поддаваться невлюбленным? Влюбленный делает определенные шаги, которые заставляют любимого уступить влюбленному. Нам не нужно ему поддаваться. Успите есть поддаваться. А нужно уступить тому, кто вообще не смотрит на тебя? Да. То есть самому устать. А тогда тот тоже не должен поддаваться. Что за проблема? Вот, вот, вот. Почему влюбленному нельзя уступать? Потому что влюбленный — эгоист. Он не думает о любимом. Он думает о себе. Но Сократ Федори никогда не объясняет, почему надо уступать невлюбленному. Ну это же пусто. Это мы приходим в пустоту. Никому не надо. Если влюбленный только способ усложнить жизнь любимому, то, соответственно, не влюбленный. Надо читать Федора для этого, но у нас есть пример же. Прямо здесь и сейчас. Алкивиад из любимого превращается во влюбленного, потому что играющий роль влюбленного Сократ на самом деле не влюблен. Иными словами, уступать невлюбленному значит влюбляться. Кажется, это как-то так. Да. То есть, вместо того, чтобы позволять себя любить, нужно стать любителем самому. Тогда я сказал ей, пусть так чужеземка. Смотрите, Сократ недоволен. Сократ злится. Чужеземка. Он оскорбляет ее. Он показывает ей, что вообще-то ей здесь не место. Все присутствующие афиняне. Он афиняне. Диалог происходит в Афинах, потому что он никогда не выезжал помимо войны за пределы Афин. Поэтому он указывает на свое недовольство. Пусть так чужеземка. Ты говорила прекрасно. Ну, смотрите, ты говорила прекрасно. Ровно то обвинение, что и алгафона. Литературно. Это указание для нас о том, что вся предыдущая речь плохая речь. Но мы уже знаем, почему она плохая. Потому что, не дожидаясь этого указания, мы сами начали указывать на проблемы в ее речи. Хорошо. Но если Эрос таков, какая польза от него людям? Когда мы поняли, что такое Эрос и ковы его свойства, кажется, пришло ответить на вопрос, что он делает. И Сократ задает его, какая польза от него людям. Почему не богам? Потому что им ничего не нужно. Да, потому что никакой пользы от Эроса для богов быть не может. А это, Сократ сказала она, я сейчас и попытаюсь тебе объяснить. Итак, свойства и происхождение Эроса тебе известны. Итак, вы видите, что это либо одна часть диалога, в котором обсуждаются, что такое Эрос, каковы его свойства и что он делает. Либо это уже третья часть диалога, где были обсуждены три этих раз момента. Представляет он собой, как ты говоришь, любовь к красному. Но если бы нас спросили, что же это такое, Сократ и дядя Тима, любовь к прекрасному, или выражаясь еще точнее, что же хочет тот, кто любит прекрасное? Чтобы оно стало его уделом, ответил я. Но твой ответ, сказала она, облечет за свой следующий вопрос, а именно, что же приобретет тот, чьим уделом станет прекрасное? Я сказал, что не могу ответить на такой вопрос сразу. Да. Эрос – это любовь к прекрасному. Прекрасное, как мы уже знаем, забежав вперед десять тысяч раз, это идея. Идея – это бытие. Боги – это бытие. Эрос – это стремление становления стать бытием. Это желание становления обернуться бытием. Ну, а если заменить слово «прекрасное» словом «благо» и спросить тебя, скажи, Сократ, чего хочет тот, кто любит благо? Сократ не знает, чего хочет тот, кто любит прекрасное. Сократ четко знает, чего хочет тот, кто любит благо. Чтобы оно стало его уделом, отвечал я. Ну, ровно того же самого, да? А что приобретает тот, чему делом окажется благо, спросила она? На это, сказал я, ответь легче, он будет счастлив. Я уже указывал вам несколько раз, что благо и красота не совпадают. Сократ снова дает нам причину думать так же. Благо и красота совпадают только на словах. На деле же они не совпадают. Благо ведет к счастью. К чему ведет красота, Сократ не знает. И я напоминаю вам, речь Диатима была до этого красивой, и речь Агафона была красивой в своем конце. К чему ведет красота? К неправде. Ни к чему. Правильно. Счастливы и счастливы потому, что обладают благом, подтвердила она. А спрашивать, почему хочет быть счастливым тот, кто хочет им быть, неизачем. Это и есть пример истинного мнения. Мы знаем, что счастье – это цель, но мы не знаем, почему счастье – это цель. Конечно же. Мы можем попытаться ответить на этот вопрос, потому что у нас есть ксенофонд. Счастье – это состояние полного довольства, когда больше уже ничего не нужно. То есть состояние, близкое к божественному. Меморабилия 1.6.10. Не иметь потребности и свойства божества. Счастье – это то состояние, которое мы хотим испытывать все время. Это то состояние, которое как бы должно маркировать вход в бытие, потому что счастье похоже на бытие. Больше не надо изменений, больше не надо дополнений, больше не надо движения. Все, можно остановиться. Твоим ответом вопрос по-видимому исчерпан. Ты права, согласился я. Она говорит по-видимому, в смысле больше нечего добавить. И он говорит, я вижу, что тебе больше нечего добавить. Ну, это желание, эта любовь присуща, по-твоему, всем людям. И всегда ли они желают себе блага, по-твоему? Да, отвечал я. Это присуще всем. Это еще одно свойство. Все считают Элса Богом. И желание быть счастливым присуще всем, потому что все желают себе блага. Все желают себе блага. В смысле, все хотят войти в бытие. Все хотят войти в бытие, потому что все они находятся в мире становления. Мы хотим то, чего у нас нет. Мы хотим то, чем мы не являемся. Но если все и всегда любят одно и то же, сказала она, то почему же, Сократ, мы говорим не обо всех, что они любят, а об одних говорим так, а об других нет? Если все люди желают всегда быть счастливыми, Эрос – это желание быть счастливым. Видите, мы снова смешиваем красоту и благо, потому что теперь Эрос – это желание быть счастливым. Почему же мы всех не называем влюбленными или возлюбленными, если все всегда хотят быть счастливыми, а значит испытывают Эрос? Почему мы только иногда говорим, «Ммм, она влюблена, и ммм, он влюблен». Потому что это не единственный путь, не единственная связь людей с богами. Это хорошее замечание, но мы сейчас говорим о том, что любовь – это Эрос. Эрос – это любовь к прекрасному, которую мы смешали со счастьем. А потом мы говорим, все люди стремятся к счастью. Значит, все люди все время испытывают Эрос. Все люди все время возбушат дыр. Почему же только про тех, кто ходит парами, или наоборот, страдает от того, что не ходит парами, мы говорим, это влюбленный, это влюбленные. Давайте посмотрим, что говорит дядя Тима. «Я и сам этому удивляюсь», – отвечал я. «Не удивляйся», – сказала она. «Мы просто берем одну какую-то разновидность любви и закрепляя за ней название общего внятия, именуем любовью только ее, а другие разновидности называем иначе». Да. «Не удивляйся» – это значит, перестань удивляться, начинай познавать. И она объясняет ему принцип. На самом деле это семантика. Все люди всегда любящие. Просто мы решили, что так неудобно их называть, и называем любящими только тех, кто любит эротической любовью. Например, спросил я. «Изволь», – отвечала она. «Ты знаешь, творчество – понятие широкое». Творчество – это поэзис. Все же вызывает переход из небытия в бытие творчества, и, следовательно, создание любых произведений искусства и ремесла можно назвать творчеством, а всех создателей – их творцами. Это ровно то, о чем я говорил вам в самом начале. Техне и поэзис – разные вещи. Хотя, несомненно, техне иногда походит на поэзис. И в высшем своем проявлении техне и есть поэзис. Политик техне – это поэзис. Совершенно верно, согласился я. И вот это создание чего-то из ничего. Однако, правильно? Итак, пиком поэзиса является не всякий поэзис, не всякая техне, а только поэзия. В этом смысле, пиком желания счастья является не желание денег, или желание еды, или желание любования красотой. В этом смысле, пиком желания счастья является секс. Мы такие, что? Это как так? Понятно, что пиком творения является поэзия. Все творцы, в смысле, все ремесленники творцы, но мы именуем творцами только поэтов. Все логично. Потому что поэзия – это пик поэзиса. Потому что она созидает из ничего. То есть, поэзия – это реальный пик. Но наоборот, когда мы говорим о любви, почему-то то, что должно быть пиком, оказывается самым базовым отношением – сексом. Мы называем влюбленными только тех, кто собирается этим заниматься. Почему это так? Можно еще раз вот про слишком много? Слишком много я рассуждаю, да. Хорошо. Все на самом деле являются любящими. Но любящими мы называем только определенный тип людей, которые вместе держатся за ручки. Сократ говорит, как так происходит? Для Тима говорит, давай ведем сравнение. Все ремесленники на самом деле что-то созидают. Но мы называем создателями только поэтов. Почему так? Очень просто. Потому что поэзия – это пик поэзиса. Поэзия созидает из ничего. В то время как все остальные ремесленники превращают одно в другое. Глину в афору, камень в статую, дерево в дом. Поэт создает что-то из ничего. У него нет материала. У него есть слова. И откуда они берутся? И мы говорим себе, это очень просто и понятно. А теперь мы спотыкаемся. Точно так же, как мы угадали, назвав поэзис поэзией, точно так же мы должны были угадать, когда назвали элотизм живанием секса. Ну, потому что последствия секса – это дети. Ну, вы забежали вперед. Да, да. Ее ответ заключается в том, что дети, нам кажется сейчас, что ответ – это дети, и значит, этот ответ – это высший ответ. Точно так же, как поэзия – это высшая форма поэзии, высшая форма элотизма – это проклеация. Вот тот факт, что мы задались вопросом, тот факт, что дети ему потом расскажут, что это не высшая форма, а низшая форма покажет, что где-то и когда-то мнения толпы совпадают с правильным мнением, а где-то и когда-то они не совпадают, они расходятся. Иными словами, мнение и правильное мнение могут совпадать. Да, потому что у нас и становление, и нет бытия. Если бы у нас было бытие, у нас было бы четкое разделение между истинным и неистинным мнением. Да, да, да. Это все еще к моему вопросу о том, что же такое критерий истинности, истинного мнения. Я не согласна еще с того, что поэзия – это создание из ничего. Потому что, если мы разберемся, что такое слова, мое слово «стол» – это то, что создал ремесленник. Это здесь. И если я говорю о русалке и создаю русалку, то это тоже создание из того, что я видела. Это женщина и это рыба. Я не создаю ничего нового. Вы, может, и не создаете ничего нового, но, во-первых, конечно, это не так. Потому что, создавая русалку, вы, естественно, создаете что-то новое. Тут, я думаю, вы смотреть не будете. Создавая стол, мы, естественно, создаем что-то новое. Из дерева? Конечно. Ну, да, да. Поэтому вопрос, не новое ли мы создаем или старое. Или можно создавать старое. А создаем ли мы из чего-то или из ничего? У стола есть первоначальный материал. Дерево, железо, пластик. В нашем случае пластик. Или резина. У поэта нет никакого первоначального материала. У нашей мысли есть вот это вот. Вот это наша первоначальная мысль. Если вот это вот это что? Такой радикальный материализм. Если наш мозг – это то, из чего создаются наши мысли, то всякая наша мысль была бы материальной. В смысле, мы бы изо рта выплёвывали мозги. Нет, ответ нет. А значит, как раз-таки это не несвязанные вещи. Я понимаю, что есть возложения. Вы могли бы сказать, что на самом деле поэзия не создаёт из ничего, потому что она либо берёт уже существующие сюжеты, либо обрабатывает какие-то детали, либо берёт детали каких-то сюжетов и собирает из них нечто новое. В смысле, поэт всегда тонкий, психологический наблюдатель, который превращает свои тонкие, или переживания превращает в поэзию. Это хорошее возражение, которое мы не можем отрицать, конечно же, но мы говорим не об этом. Что именно создаёт поэзия в нашем с вами рассуждении? Традицию. И она, естественно, создаёт традицию не из традиции. В смысле, обвинение Агафона заключается в том, что он создаёт традицию из традиции. Он плохой поэт. Но подлинные поэты создают традицию из ничего. В смысле, если мы двигаемся обратно-назад генеалогически, мы рано или поздно должны дойти до первого человека, который сказал «это Бог». А за ним следующий сказал «это Бог, он красный». А за ним следующий сказал «это Бог, он уест своих детей». А за ним следующий, 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 следующий. Но рано или поздно мы дойдём до первого. То есть традиция не существует вечно. Традиция появилась. Поэты направлены в крошку, потому что они говорят, что они связаны с богами. То есть первый поэт, который сказал «солнце – это Бог», явно не сказал, что я это придумал только что. Он явно сказал, что Бог сказал мне, что он – это Бог. В смысле, Господь начинает говорить с Моисеем, хотя Моисей этого не хочет. То есть Моисей его не звал. То же самое и здесь. Здесь, конечно же, большинство поэтов – это плохие поэты. Подавляющее большинство поэтов – это плохие поэты. И только единицы могут быть хорошими. Все остальные поэты берут своё начало из Гумера или соревнуются с Гумером. Но Гумер первый. И поэтому он до сих пор жив, а многие из них уже нет. Из тех, кто бросали ему вызов. Вот как-то так. Итак, мы попытались перейти к прокреации, наконец-то. Совершенно верно, согласился я. Так же обстоит дело и с любовью. По сути, всякое желание блага и счастья – это для всякого великая и коварная любовь. Однако тех, кто предан таким видом, как корыстолюбие, любовь к телесным упражнениям, любовь к мудрости, не говорят, что они любят или что они влюблены. Да, смотрите, три примера. В центре один только. Корыстолюбие – это любовь к внешнему, внешнему материальному, деньги. Философия – это любовь к внешнему, нематериальному, идеи. А в центре стоит тело. Тело – это не внешнее, хотя и материальное тело – это внутреннее. Только к тем, кто занят, улечен одним лишь определенным видом любви, относят общие названия «любовь», «любить» и «влюбленные». Пожалуй, это правда, сказал я. Ну, это ужасно. Киндинуэо, говорит Сократ, это буквально рисковать или иметь наглость. Ты имеешь наглость говорить правду. Почему? Потому что в центре она назвала тело. Тело напрямую связано с детождением. Вот душа не связана с этим, всякая политика, философия, поэзия, наука не связана с этим, а тело напрямую с этим связано. Нет ничего ближе к нам, чем наше тело. Некоторые утверждают, продолжала она, что любить значит искать свою половину. А я утверждаю... Смотрите, это прямой удар в Ристофана. Некоторые утверждают. А что же она утверждает? А я утверждаю, что половина не целая не вызовет любви, если не представляет собой друг мой... Товарищ! Если не представляет товарищ какого-то блага. Естественно, вот этот товарищ, это же очевидное... Мы можем себе представить это на сцене, как Сократ, тыкающим пальцем в Ристофана, говорящим товарищ. Потому что, естественно, женщина не может обратиться к мужчине со словом товарищ. Итак, за поиском второй половинки, говорит Сократ против Ристофана, скрывается поиск некоего блага. И в этот момент я бы скрыл для вас заново всё, но ведь мы уже раскрыли, что за поиском второй половинки скрывается любовь к себе. Вопрос, сможет ли Сократ сбросить эту любовь к себе с её пристала. Люди хотят, чтобы им отрезали руки и ноги, если эти части собственного их тела кажутся им негодными. Ведь ценят люди вовсе не своё, если, конечно, не называть всё хорошее своим и родственным себе, а всё дурное чужим. Нет, любят они только хорошее. А ты как думаешь? Я думаю, так же, отвечал я. Клянусь Зевсом так же. Это вторая клятва за диалог вообще, и за диалог с Деатимой, в частности, восклицание, которое нам нужно. Потому что Сократ пытается доказать, что люди любят не своё, а любят только хорошее. Его пример, очень простой пример. Если ты знаешь, что твоя рука заражена гангреной, то тебе придётся отрезать её. В смысле, вопрос, что ты любишь, какое благо больше, твоя рука или гангрена? В смысле, твоя рука или отсутствие гангрены? И, конечно же, выбор отсутствия гангрены. А значит, говорит Сократ, мы любим не своё, а любим благо. Не-не-не, даже здесь можно провернуть. Когда, извините, гангрена придёт к тому, что твоё тело пострадает, и мы отрезаем этого благо своего же тела. Чуть-чуть наглее. Люди любят свою жизнь. Они любят жизнь как таковую. Они считают жизнь благом. Поэтому всякое стремление к благу будет стремлением к бессмертию, к продлению жизни. Люди любят не всякое благо, а только своё собственное благо. И идея о собственном благе исходит из подсознательного осознания трагичности положения человека. Исходит из смертности. Мы любим то, что помогает нам преодолеть смертность. Мы любим бессмертие. Но это будет ультимативно означать чуть-чуть другую вещь. Мы ведь любим не просто бессмертие. Мы любим своё собственное бессмертие. Эта проблема будет против детей. Именно потому дети – это самая низшая ступень. Мы любим только своё собственное бессмертие. И в этом смысле мы любим только свою собственную жизнь. В основе нашего существования в основе всего остального лежит наша собственная жизнь. Ультимательно мы любим только себя. А когда мать жертвует собой ради ребенка? Потому что она обманута идеей о том, Федоровской идеей о том и Сократовской идеей о том, что ребенок это и есть ее продолжение. Окей, а когда люди жертвуют ради не своих детей? Вот, а это будет следующий шаг в лестнице диатимы. Есть те, кто собирается стать бессмертным не через детей, а через славу. И когда вы жертвуете собой ради других детей или шире ради других людей или еще шире ради коллектива, вы делаете это, чтобы коллектив вас запомнил всеми бессмертия. Даже если об этом никто никогда не знает? Как это? Вы жертвуете собой специально ради коллектива, коллектив об этом должен знать. А представляете, если нет? Никого нет, кроме тебя и того человека, ради которого ты жертвуешь. Ну, это снова ситуация матери ребенка. Да, но нет. Но это не ребенок, да? Да не важно. Если вы жертвуете самой, то предполагается, что он-то выжил, да? Да. Ну, он всем расскажет, но, конечно, конечно. Понятно. Вы задайте другой вопрос. Что ли мы жертвуем собой ради коллектива, в широком смысле, да, там матросов ложится под пулемет, заслоняя собой, значит, зод и не давая фашистам, нацистам расстреливать всех остальных идущих вперед? Есть ли гарантия, что его запомнят? А если он родит ребенка, есть ли гарантия, что его сын будет его помнить? Ну, как это? Его сын можно дополнить. Ну, это да. Помнить-то будет все равно. Да? Вот. То есть, люди склонны выбирать то благо, которое кажется им большим, даже если риск, что оно не оправдается, гораздо выше, чем в случае с благом меньшим, риск которого минимален. Между детьми и книгами, между детьми и политической деятельностью более высокие, более эротичные люди между людьми и созиданием выбирают созидание. Хотя созидание может никуда не привести. Сколько людей после смерти Сократа, сколько его учеников написало апологию Сократа? А сколько апологий Сократа до нас дошло? У меня еще вопрос. Смотрите, когда заядлый атеист-коммунист, не верящий абсолютно в бессмертие души и в богов, идет на войну, ложится своим телом под пули, что он в этот момент думает? Если он по вашей логике думает о славе, которая останется после него, то он об этой славе не узнает, потому что бессмертия у него нет. Я только что вам объяснил, что этот риск оправдан тем, что результат блага, результат бессмертия гораздо выше. Если вы родили ребенка, он вас знает. В лучшем случае вас будет знать ваш внук. А в супер лучшем случае вы еще успеете увидеть маленького правнука, который вас уже никогда не сломит. Зачем мне это, если я после своей смерти, не веря в бессмертие души, вообще растворяюсь в бессмертии. Еще разочек. Мы все любим себя. Любим себя, в смысле, хотим продлить себя как можно дальше. Мы все осознаем, что мы не можем двинуться дальше нашего тела. И тогда появляются суперпридумки. В смысле, из моего тела сейчас что-то вылезет. И оно останется жить. И смотрите-ка, оно даже похоже на меня. Вы говорите себе, это способ преодолеть собственную смертность, решить эту проблему. Конечно же, если вы чуть-чуть умнее, вы говорите себе, я преодолеваю собственную смертность в своем ребенке и в своем внуке, но я уже преодолеваю ее дальше. Поэтому вы говорите себе, наверное, есть способ продлить еще дальше все это дело. Тогда вы обращаетесь к традиции, а традиция Геракл, чувак. И вы так, типа, ну, две с половиной тысячи лет прошло, а все еще Геракл. Или она говорит вам, Наполеон, 200 лет, а все еще Наполеон. Или она говорит вам, это будет суперкруто, когда Алкивиад начнет говорить о великих людях прошлого и настоящего в обратном порядке. Не Берикл похож на Фемистокла, а Фемистокл похож на Рикла. В смысле, настало великое время, и это мое время, поэтому все вы, жалкие эпигоны современности, вы все позади. А мы с Фемистоклом здесь сейчас. И вы говорите, есть люди, которые протянули задолго вперед своих всех внуков и любых вообще потенциальных потомков. Уже нет никаких потомков Геракла, нет никаких потомков Владимира Великого. Говорят, 10 миллионов китайцев потомки Чингисхана, но вряд ли Чингисхан этим доволен. Но, если вы рискнете, вы сможете быть, вы сможете остаться спустя тысячу лет. Зачем мне это, если я не верю в богов и не верю в спектакль? Еще раз, вам не нужно верить в богов, люди продолжают говорить о вас. А зачем мне это? Потому что вы любите себя. Смотрите. Так как вы любите себя, вы хотите продолжить себя как можно дальше. Смертность – это проблема. И тогда вы говорите, да, мне не стать бессмертным, в смысле, мне не продолжить жить вечно. Это невозможно. И вы думаете, как человек, а что же тогда сделать, чтобы продолжить жить как можно дальше? Но это же не продолжает жизнь. Каждый любит себя. И любовь эта заключается в том, чтобы найти благо для самого себя. Чтобы достать благо для самого себя. Так как мы смертны, благо – это бессмертие. Так как бессмертие недостижимо, мы предпочитаем суррогат благо, суррогат бессмертия, семьи бессмертия. Вариант «Ваши подомки» – вариант номер два – слава. И у вас на глазах примеры вид практической вечной славы. Конечно, это выбор не для всех. Кто-то предпочитает видеть в маленьких лицах свое собственное лицо. Почему нет? Но это не философский ответ. Но просто это не выход. Абсолютно правильно. Это не выход, потому что выхода нет. Подлинный выход – это либо смех, Аристофан, либо философия, Сократ. Да, но я вам говорю примеры тех людей, которые знают о бессмертии и не верят в бак, и при этом заводят детей. Зачем? Понятно, зачем. Вы точно знаете, что вы живете в ребенке. Да он понимает, что он живет только своей одной жизнью. Мы все понимаем, что эликсира бессмертия нет. И все хотим, что каким-то образом себя продлить дальше. Да если он не хочет продлевать себя дальше... Тогда он должен повериться. Почему? Ну вот сколько... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это самообман. Смотрите, если вы не хотите продлевать себя дальше, просто не делайте следующий вдох. Потому что, если вы делаете следующий вдох, вы хотите себя продлить дальше. Ладно. Мы же говорили о старике, который говорит на смертном Адрее еще один вдох, пожалуйста. Да, но это еще его один вдох. Его. Да, да, да. Дети, это и ваш вдох. Вы можете сказать, что есть настолько недалекие люди, которые не мыслят о бессмертии дальше вот этой телесности. Причем даже дальше в собственной телесности. И не хотят быть запомненными никем. И не хотят продлиться даже в собственных детях. Есть люди, которые хотят уйти в забытие сразу после своей смерти. Тогда у меня к вам вопрос. Это люди глупые или умные? Ну, это такой вопрос, конечно. Если это глупые люди, в смысле большинство, то все, что я должен сделать, это просто открыть Инстаграм. Что там происходит? Технология позволяет навсегда запечатлеть пик вашего молодого и красивого тела. Пик лестности. Те, кто не хотят заводить детей и не хотят прославиться с помощью великих поступков, те просто хотят загрузить себя в интернет и там всегда остаться. Окей. Только вторая категория есть. И третьего не дано. Есть другие еще какие-то варианты? Кто что? Кто не хочет в Инстаграме остаться? Кто не хочет ни в Инстаграме остаться, не считает, что дети это его продолжение? И не хочет слова. И слова не хочет не идет же на путь. Хорошо. И не является философом. Ну, тоже не знаю. Может, и не является. Может, и не является. Вот, 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 вот. Потому что у нас есть только один тип людей, которые как бы ничего из того, что обещает Деатима об лестнице Деатима до последней спины не хочет. Это философ. Последняя ступень заключается в том, что ты ничего не созидаешь. Поэтому нет никакой слова. Но, 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 важное замечание. Сократ ничего не написал, но все за него написал Платон. Это значит, что ответ Сократа Платоном, который все написал за Сократа, уже был сочтен неполноценным. И стратегия Сократа неработающая стратегия. Ему повезло, что рядом с ним был Платон. Платону не повезло, рядом никого не было. Поэтому ему пришлось писать. Еще раз, почему это неработающая стратегия? Потому что... Потому что она полагается на невероятное везение. Что при жизни философа, в месте, где живет философ, появится такого же масштаба человека. И что за чем? И он сможет сделать его философом. Сократ сделал Платона философом. А Платон взял и сделал Сократа бессмертным в ответ. Потому что, как и остальные ученики Сократа, потому что, если бы все ученики Сократа последовали примеру Сократа, мы бы ничего о Сократе не знали. Его бы не было, он бы стерся. И? Это правильный путь? Так вот, Платон, как наследник Сократа, говорит вам, это неправильный путь и обессмертчивает Сократа. И Ксенофон говорит, это неправильный путь и обессмертчивает Сократа. И Эстетель говорит, это неправильный путь и обессмертчивает Сократа. Так как все это говорит Диатима, а не Сократ, мы должны все это воспринимать с долей критицизма, как мы только что и сделали. И, соответственно, последнюю ступень лестницы Диатимы мы также должны воспринимать с долей критицизма. Последняя ступень это теория идей. Как помните? Поэтому вопрос, который вы поднимаете, абсолютно правильный вопрос. Когда мы перестаем себя обманывать и говорить, что слава бессмертна, потому что она не бессмертна. Когда мы перестаем себя обманывать и говорить, что в детях мы отражаемся мы, или потому что в детях мы отражаемся, в внуках, правнуках и прочим уже нет. Да и отражение это глупость. Когда мы перестаем обманывать себя, мы встаем один на один с тем ужасом, с которым стоят один на один Сократ и Аристафан. Как быть дальше, смотря в глаза этому ужасу? И это ответ на вопрос, философский вопрос, как жить. То есть, когда мы все это понимаем, наступает время задать философский вопрос и превратиться в философа. Когда мы отлинули все ложные ответы, наступает время задаться вопросом, какой ответ может быть правильным. Но это потом. Вы заставили меня забежать вперед еще намного и сплатить вам много чего. Нельзя ли поэтому просто сказать, что люди любят благо? Можно, ответил я. А не добавили, продолжала она, что люди любят и обладать благом. Добавим. И не только обладать им, но обладать вечно. Итак, смотрите внимательно. Люди любят не благо. Люди любят свое благо. И люди любят вечность своего блага. Что является основанием для всякого человеческого блага, доступного людям? Жизнь. Люди любят свою жизнь и хотят, чтобы она была вечной. Добавим и это. Не есть ли одним словом любовь не что иное, как любовь к вечному обладанию блага? Ты говоришь сущую правду, сказал я. Итак, эрос не есть любовь к красоте. Эрос есть любовь к вечному обладанию своим благом. К вечности своего блага. Своё базовое благо – это жизнь. Эрос есть любовь или желание вечно жить. Эрос невоплотим. Эрос недостижим. Ну а если любовь – это всегда любовь к благу, сказала она, то скажи мне, каким образом должны поступать те, кто к нему стремится? Я напоминаю, что изначально мы никогда не говорили, что эрос есть любовь к благу, эрос есть любовь к красоте. Но когда мы смешали счастье, благо и красоту, теперь мы можем позволить себе это вранье. Чтобы их вырвение можно было назвать любовью. Что они должны делать, ты можешь сказать? Итак, в чём же заключается пик любви или подлинная любовь? Если бы мог, отвечал я, я не восхищался бы твоей мудростью и не ходил к тебе, чтобы всё это узнать. Ну так я отвечу тебе, сказала она, они должны родить в прекрасном, как телесном, так и духовном. Да. И ответ, смотрите, как связывается благ и красота, эрос – это рождение в красоте. Нужно быть гадателем, сказал я, чтобы понять, что ты имеешь в виду, а мне это непонятно. Да, нужно быть предсказателем. Именно поэтому это ещё один намёк, что дядя Тима – предсказатель. Ну что ж, Абчаловна, скажу яснее. Дело в том, Сократ, что все люди беременны как телесно, так и духовно. И когда они достигают известного возраста, природа наша требует разрешения от времени. Заметьте, эта фраза «природа» замечательная. В смертных нет ничего бессмертного, поэтому у людей нет души. Помните, что это был бы отличный выход. Мы хотим обладать нашим вагом вечно. Если нас что-либо вечное – душа, мы хотим высшего блага для своей души. Благо для души – это доброзетель. Доброзетель достигается знанием. Всё, классическая формула Сократа, выход найден. Спасайте свои души. Она почти аристофановская, идите мудитесь, но всё-таки. Но дядя Тима уже сказала нам, что нет ничего бессмертного в людях, а значит нет никакой души. Поэтому она не произносит тут практически никогда слово «псюхэ». Разрешиться же она может только в прекрасном, но не в безобразном. С эти мужчины и женщины есть такое разрешение. Потом мы узнаем, что не все люди беременны. Кто не беременен? Мужчины. Это плохо. Это не ответственность? Нет, дело в том, что слово «рождение», когда оно тут будет употребляться, на самом деле в греческом имеет двойное значение. Помните, когда вы смотрите на официальные биографии официальных лиц, в самом конце на них, наверное, написано «родил двоих детей». Да, кстати. Да, 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 да. Вот в русском языке нет различий, а в греческом есть. То есть, если вы хотите сказать о женском рождении, вы употребляете одно. А если вы хотите сказать о рождении, которое подходит для мужчин и для женщин, ну, банально, потому что «зачал двух детей» звучит хотя и правильно, но ошибочно. В смысле, вы могли зачать с десяток детей, а родиться у вас мог только один. Поэтому вы родили сколько-то детей. Хотя вы, понятное дело, никого не рождали. А, так вы же вопрос задали, да, какой-то изначально? Кто не может быть беременен? Да, да, спасибо. Кто не может быть? Сократ. И это дело божественное, ибо зачатие и рождение – суть проявления бессмертного начала в существе смертном. Ни то, ни другое не может произойти в неподходящем, а неподходящее для всего божественного – это безобразие, тогда как прекрасное – это подходящее. Таким образом, Мойра и Елифия всякого рождения – это красота. Поэтому, приблизившись к прекрасному, беременное существо проникает радостью и весельем, родит и производит на свет. Родит плохо, расслабляется, потому что мужчина же не рождает ничего. Расслабляется и производит на свет. А приблизившись к безобразному, мрачнит огорчается, съеживается, отворачивается, замыкается, и вместо того, чтобы родить, тяготится задержанному в отробе плодом. Вот почему беременны и те, кто уже на сносях, так жаждут прекрасного. Оно избавляет их от великих родильных мук. Итак, любовь – это не цель. Любовь – это средство. А цель – это достижение бессмертия в смертном. Красота – это только обман, потому что мы собираемся родить в красоте и не хотим не рождать в красоте. Но гораздо важнее то, что нам никто не нужен для рождения в красоте. Нам не нужны ни боги, ни демоны, достаточно только нас самих. Но любовь, заключила она, вовсе не есть стремление к прекрасному, как то тебе Сократ кажется. Да. И вот ранее было провернуть Аристофан, а вот теперь и провернуть Агафон. А что же она такое? Стремление родить и произвести на свет в прекрасном. Она второй раз повторяет ту же самую формулу. И мы слышим от Сократа… Может быть. Может быть. Сократ еще больше разочарован, чем в прошлый раз. Он буквально говорит «ну окей». Несомненно, сказала она. Она отвечает ему «несомненно». Несомненно, сказала она. А почему именно родить? Да потому что рождение – это та доля бессмертия и вечности, которая отпущена смертному существу. Но если любовь, как мы согласились, есть стремление к вечному обладанию благом, то наряду с благим нельзя не желать и бессмертия. А значит, любовь – это стремление к бессмертию. Потом она скажет нам, что самое базовое стремление к бессмертию, естественно, заключается в прокляции. Мы принимаем смертность человека и думаем, что значит «это бессмертие». Диатима ответит нам, или, по крайней мере, укажет на ответ. Это бессмертие значит бессмертие вида. Индивид умирает, но вид продолжает существовать. Коллектив. Да, да-да-да-да-да-да-да-да. Тому же самому служат и обычаи, и законы, и поэзии. Да, да, все верно. Проблема заключается в том, что в каждом случае Аристофан не опровергнут, потому что мы не желаем сохранения любого вида. Мы желаем сохранения какого вида? Своего вида. Мы желаем сохранения своего вида, своего города, своих обычаев, своих законов. Мы не можем оторваться от себя. Мы все еще желаем себя и сохранения себя. Всему этому она учила меня всякий раз, когда беседовала со мной о любви. Да, смотрите, вы забегаете вперед. Именно поэтому Сократ говорит ей, ну ок. Он понимает, что она не может решить эту проблему. Он понимает, что хотя она отвечает Аристофану, Аристофану нельзя ответить. А теперь мы переворачиваем эту игру. Сократ – это Агафон, а Диатима – это Сократ. Сократ вставляет Агафона обвинить самого себя. Иными словами, Сократ обвиняет самого себя в том, что Сократ не может ответить Аристофану. А еще у меня вопрос. Как вы пришли к тому, что Диатима не опровергает Аристофана? Она же говорит, что к вечному обладанию блага. Смотрите еще разочек. Первый раз – это когда был пример с рукой. Гангрена и рука. Вы же сами опровергли эту идею. Ну как бы это… Вы же сами сказали, почему это не работает. Теперь мы двигаемся дальше. Она говорит. Любовь подразумевает не сохранение себя, а сохранение вида. Мать жертвует собой ради ребенка. Где же ты, любовь, к себе? И мы отвечаем. Погоди, погоди, погоди. Она жертвует собой ради ребенка, а не ради бельчонка. В смысле, вы готовы спасти незнакомого мальчика и пожертвовать своей жизнью. Но вы едва ли готовы спасти незнакомого бельчонка, корольчонка, совичонка, козленка и прочий. Или, я не знаю, там, дубик. Таким образом, вы готовы пожертвовать собой ради сохранения вида. Не всякого вида, а только своего собственного вида. Разве Диатима не говорит о любви к себе? Ну как благо для себя и как жизнь в целом? Ни в коем случае. Внешне, не будучи испорчена моими комментариями, она, конечно же, говорит о благе как таковом, о любви как таковой и о красоте как таковой. Она как раз избавляется и в речи про отрезание заболевшей гангреной руки пытается избавиться от самого себя. То есть, куда мы должны прийти? К созерцанию идеи. Но идея – это явно не мы, потому что идея – это бытие, а восстановление. Хорошо. И на этом давайте мы с вами остановимся, вот по какой причине, потому что Сократ маркирует нам здесь конец какой-то части диалога. Всему этому. Всему этому она учила меня всякий раз, когда беседовала со мной о любви. А однажды она спросила меня. Все. Первый разговор с Диатимой закончен. Начался второй диалог с Диатимой. Кажется, вторая ступень инициации. При том, что я напоминаю вам, что, как нам кажется, мы на все три вопроса, что такое Эрос, кровоево свойства и что он делает, уже ответили. Но диалог не прекращается. Хорошо. Есть ли у вас еще какие-нибудь вопросы? Тогда давайте на этом остановимся и увидимся завтра. Хорошо. Хотя нет, давайте подведем все-таки небольшой итог насчет Эроса. Итак, Эрос это благо. Это стремление блага. Нет. Точнее, Эрос это... Стремление родить в красоте. Стремление родить в прекрасном. А это разве не благо? Что именно? Родить в прекрасном. Первоначально Эрос это любовь к красоте. Ну, это... Давайте это... Не, мы с этого начали. Хорошо, ладно. Любовь к красоте. Потом красота у нас поднимается как... Благо. И Эрос превращается любовью к благо, то есть любовью к счастью. Желанием быть счастливым. Эрос это желание быть счастливым. Параллельно она доказывает, что благо это не свое. Пример с Ристофаном. И тогда Сократ спрашивает ее, чем является это самое благо. Не есть ли одним словом любовь не что иное, как любовь к вечному обладанию благом. Любовь не просто желание блага. Любовь это желание вечно обладать благом. То есть Эрос или Эрос уже... Это все еще Эрос, Эрос, конечно. Эрос. Желание вечно обладать благом. Вечно обладать благом, да. И она говорит, а что это значит? И Сократ говорит, а я не понимаю. Ну, понятно почему. А что значит вечно обладать чем-то? Это как так важно? Это безнерзия стремления. Родить в прекрасном. Да, 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 да. В смысле, он говорит, я не понимаю, как можно чем-то владеть вечно. Он говорит, я не понимаю, как Эрос может быть разрешен, как Эрос может быть удовлетворен. И тогда она говорит, хорошо, а давай мы рассмотрим другой ход. Эрос – это стремление родить в прекрасном. И мы пока не понимаем, что это значит. Мы понимаем, потому что мы забегаем вперед. Дети – слабо. Вот как-то так. То есть семи бессмертия. Счастье – это обладание семи или достижение семи бессмертия. Ну, мы-то понимаем, что раз это семи бессмертия, а не бессмертия, то это не настоящее счастье. Хорошо. Давайте пока на этом остановимся. Хорошо, спасибо.